всем привет продолжаем изучать спринг спринг башмак и сегодня предлагаю коснуться более общей темы которая касается чуть не только башмака поэтому видео будем более теоретическое чем практическое говорить я буду про индексы про индексы базы данных что такое индексы хорошей аналогии было бы содержание книги то есть смотрите вместо того чтобы перелистывать всю книгу в поисках конкретной темы мы что делаем мы открываем содержание и переходим как будто бы по ссылке то есть конкретной странице и вот индексы именно про это вот у нас есть таблица мы вешаем индексы на какое-нибудь поле или на несколько полей и впоследствии этот индекс указывает на конкретную запись базе данных согласно тому поле на которое мы повесили то есть что из этого следует когда у нас данных мало то нет никакого смысла в индекс когда их много то есть смысл задуматься куда же индексы нужно воткнуть индексы в итоге нам помогают при сортировке при объединении поиск минимум максимума плюс благодаря индексам мы ограничиваем объем данных с которым мы реально работаем как следствие то есть меньше мучаем диск но индексы они вот немножечко сложнее чем вот книг которые я вам сказал да их можно организовать сложнее не только по одному полю а по нескольким полям и они в целом могут быть они в целом устроены сложнее частности я вот перед тем как продолжить предлагаю вот посмотреть вам данное видео в целом про индексы или найдите источник который вас устраивает я лишь скажу пару слов о структуре индексов значит индексы у нас построены построены на следующих структурах самая популярная версия которая почти всегда используется некое дефолтное поведение это индексирование построена на так называемых би деревьях би-деревьях то есть на неких сбалансированных деревьях то есть это сбалансированное сильно ветвистое дерево благодаря которому вы собственно и можете делать все эти клевые штуки как поиск поиск по диапазону частичному совпадению типа лайка у нас есть оператор лайк вот частичное совпадение но обязательно нужно использовать левую часть левую часть столбца которые вы пометили индексом другой популярные вещи у нас являются ну как относительно почти все пространство индексов у нас занимают би-деревьях у нас вот помимо деревьев есть хэши 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 то есть некоторые базы позволяют вам создавать некоторые не позволяют хэши у них есть ряд ограничений по отношению к би-деревью в частности вы вынуждены искать по всему полю плюс проблема коллизий нельзя использовать при сортировках то есть менее такой более ограниченный более ограниченный радиус действия но работают они быстрее чем деревья есть и и другие типы на но это вот две основные для такие популярные вещи остальные они более редко используются и им каких-то вот конкретных случаях и вам нужно будет на месте рассмотреть их рассмотреть и так что посмотрите еще раз данное видео или найдите где-нибудь материал который вас устроит такс но кстати вот еще было бы важно сказать что перед тем как об индексах думать и подключайте к своей базе данных вы вообще должны подумать нужны ли они вам получите ли вы вообще какую-то выгоду ведь сами индексы они тоже не бесплатны индексы жрут память как на диске так и оперативную то есть я уже говорил что индексы хороши когда данных много то есть если у вас всего лишь несколько тысяч записей то нет никакого смысла использовать индексы подключать их не факт что вы профита хоть какой-то словите плюс они на все поля вы можете индексы проверьте повесить по-хорошему вот наше вот бит дерево вот представьте себе что ваше бит дерево она делит женский мужской то есть ваша база данных есть там поле вы на него весь что эти на пол пол женский мужской то есть мы вашу базу данных поделили на два больших сегмента то есть ваш индекс в итоге обладает так называемой мало селективность мало селективностью что не очень-то хорошо то есть вы вынуждены все равно таскаться под нос с полу с половиной базы мы не так много и выиграли так ну допустим вы решили что вам они все-таки нужны и кстати еще важно сказать было бы что индексы мы подстраиваем под конкретное приложение не помню говорил я это или нет так вот индексы мы подстраиваем под конкретное приложение то есть мы не пытаемся угадать в начале когда проектируем только наше приложение какие мы индексы построим конечно на очевидные вещи мы воткнем но в целом мы подстраиваемся уже под по итогу по итогу мы подстраиваемся то есть смотрим какие запросы чаще на такие вешаем угадать порой сложно бывает что юзер будет реально использовать так теперь дальше поехали давайте уже перейдем к коду перейдем к коду у нас вот используется ключевая аннотация индекс ну давайте перед тем как собственно коду я покажу что я предварительно сделал чтобы проиллюстрировать вообще идею что мы что в индекс реально имеет смысл я создал простую модель пока без индекса вот один на им рейтинг year и жанр то есть мы видно и создал создал 5 миллионов записей ну даже чуть больше 5 миллионов записей воткнул их вот я использовал раз в рандом что по различным образом чтобы различным образом воткнуть данные для этого я использовал массивы вот этот массив и вот этот массив для имен то есть я просто случайно вытягиваю три слова три слова и формирую имя да будет повтор их будет их много надо было здесь даже еще увеличить поскольку я записи добавил 5 миллионов повтор будет весьма много имени имеется ввиду но мне здесь важно другое что реально большая база данных вообще там вот здесь вот место вот реально большая база данных то есть я создаю 5 миллионов объектов и записываю то есть вот случайный год год у меня только в течение века рейтинг от единицы до 10 имя жанр жанр вот из этого списка случайно генерирую и сохраняю но я здесь это сделал предварительно принципе они эти данные у меня уже существуют вот примерно вот так это выглядит важно сказать что база данных primary key создают индексы поэтому вот здесь когда вы пишете прочитаете еще что нет необходимости к индексу primary key создавать индекс это так между делом то есть вот моя таблица да вот она примерно вот так вот выглядит теперь дальше поехали вот я заполнил на 5 миллионов записи теперь я пытаюсь обращаться обращаться к ней следующим образом я делаю тысячу запросов тысячу одинаковых запросов чтобы просто посмотреть на среднее время какой я делаю запрос я формирую случайную строчку вот на основе вот этих же значений но здесь я использую два два значения в отличие от того там у меня из трех слов а случайную строчку я формирую из двух чтобы сделать запрос начиная с начиная с то есть имя начинается с и помимо вот с имени я еще использую год чтобы год был у меня меньше какого-то числа который у меня здесь рандомно генерируется то есть у меня и р рандомно генерируется и строчка рандомно генерируется ну и вычисляется время заношу в результат и затем просто вывожу я уже запускал это это время очень прилично заняло в среднем в среднем запрос выполнялся чуть больше полутора секунд то есть вот среди пяти миллионов записей вот вот такой вот запрос такой запрос выполнялся примерно но 1.7 и 1.8 большая часть запросов но некоторые запросы чуть дольше проходили и в итоге среднее среднее мы видим что две секунды среднее видим что мы две секунды запрос данный выполняется теперь я хочу повесить индекс повесить индекс повесить индекс так для этого так сейчас я выполню запрос то есть создам индекс базе данных индекс базе данных и пока она там не создаётся и ещё вот здесь вот раскомментирую вот эту строчку то есть я к таблице добавляю индексы и вот я здесь делаю комбинацию то есть я делаю более сложный индекс из имени и иера то есть из имени и из года чтобы у меня оба поля участвовали так тут у меня все ну и я запущу все это дело вот закончилось видим 247 миллисекунд то есть там было примерно 2 секунды ну чуть меньше да а здесь 247 то есть где-то 8 раз преимущество причем причем вот если мы посмотрим вот последние да они за 50 миллисекунд вообще выполнялись ну за 50 60 миллисекунд то есть даже не 247 вот первые первые где-то 40 они реально долго выполнялись может это еще связано было с тем что у меня индексы криво или не достроились у меня там ошибка какая-то выскочила но первый вот второй запрос аж 20 секунд выполнялся а затем после после 40 где-то вот пошло резкое сокращение резкое сокращение а после 100 или где-то 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 ну вот видите уже где-то после 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 ну где ну ладно вот под 100 уже стало да где-то 250 где-то 100 и со временем уже чаще стал меньше 100 миллисекунд а вот некоторые в середине по 50 понятное дело тут еще зависит от того что какие данные были поданы то есть сам вот это тоже время влияет, зависит от того какие данные были поданы но в любом случае в любом случае средний средний среднее время работы значительно лучше то есть на тех же тысячах то есть 8 раз примерно получили преимущество просто из-за того что проиндексировали нужное поле то есть вы должны будете выяснить ваши частые запросы посмотреть в них какие поля участвуют и эти поля проиндексировать вот ваша основная задача индексы мы то есть я хоть и добавил изначально но вы создаете их вот таким вот образом если вы используете вот здесь вот create вместо validate индексы индексы можно создавать ну я уже прописывал команду вот create индексы имя индекс on table и тут колонки которые вас интересуют можете одно можете несколько если вы хотите несколько вот еще вот эту ссылку оставлю здесь показано как можно еще создавать индексы в принципе ничего сложного нет обычная аннотация имя и то что вас интересует то есть композитные индексы я правда здесь не нашел как создавать вот из вот этих вот аннотаций то есть если я захочу например хэш или захочу другой индекс использовать кстати интересно если я вот вот это затру у меня валидация сработает или нет прикольно сработало то есть вот я снова выполнил эту тысячу запросов и смотрите какой прикол среднее время еще редуцировалось до 67 там у нас было 1.9 или 1.8 я уже забыл секунд а здесь уже 67 миллисекунд среднее то есть использовались по полной программе те индексы и то что я вот здесь закомментировал индексы то есть это наверное даже плохая практика вот так вот создавать индексы индексы это все же скажем так относится к администрированию уже нежели к написанию кода кода то есть я предполагаю что индексы вы будете прописывать в ваших SQL если вот у вас здесь будут какие-нибудь SQL вот мы недавно смотрели эти flyway то есть вот в них прописать команду по типу вот этой кредит индекс бла 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 или администратор базы данных это прямо на сервере базы данных пропишет нужную команду вот по типу вот этой кредит индекс то есть у вас будут в базе данных индексы вот они у меня так вот вот к муве у меня индексы праймери которые всегда создаются и и на то есть индекс на то есть это не обязательно то есть ну если вы хотите чтобы именно создать индекс таким образом то да добавляйте добавляйте объявляйте добавляйте объявляйте чтобы еще добавить там чтобы еще добавить профит просто огроменный получили кто хочет побаловаться так же как я то есть заполните базу данных на несколько миллионов записей и увидите профит и попробуйте покомбинировать то есть посоздавайте разные индексы к разным полям посмотрите на выборку сделайте джоинт то есть чуть более сложное чуть более сложное пожалуй добавить мне раз нечего закончу ссылки вот на это вот на это я оставлю и на это если вы хотите таким вот способом создавать ну вроде как не самый классный путь ладно 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 мы должны знать вот теперь такой инструмент как индексы то есть если наша база данных разрастается мы должны будем как-то бороться как-то бороться с временем поскольку если наша база данных обрастается то если у нас нет индексов то нужно больше времени на обработку всей коллекции нужно как-то сужать сужаем мы с помощью индекса которые у нас как правило построены на основе бит дерева это сбалансированное сильно ветвистое дерево это самая популярная версия основное применение то есть применяться для организации индексов окей ну пожалуй пожалуй да тормозно изучаем спринг спринг башмак и сопутствующие к нему технологии see you next time спасибо спасибо Продолжение следует...